Всем привет! Появление подковообразных крабов на пляже в некоторых регионах нашей планеты является обычным явлением. Многие люди уже видели мечехвостов, но они не понимают, что смотрят на одно из старейших животных на планете. Часто его называют живым ископаемым, предков мечехвоста можно проследить по геологическим записям примерно до 445 миллионов лет назад, за 200 миллионов до того, как существовали динозавры. Подковообразный краб вовсе не является крабом, он более тесно связан с паукообразными, чем с ракообразными. Сегодня существует четыре вида подковообразных крабов. Только один вид встречается в Северной Америке вдоль берегов Атлантического океана и Персидского залива от штата Мэн до Мексики, а остальные три вида встречаются в Юго-Восточной Азии. Многие люди считают подковообразных крабов опасными животными, потому что у них есть острые хвосты, в действительности они безвредны. Хвост мечехвоста используется главным образом для переворачивания животного в вертикальной плоскости, если оно будет опрокинуто. Хотя оболочка мечехвоста очень жесткая, но она очень чувствительна к раздражителям. Мечехвосты особенно чувствительны к свету, у них 10 глаз, пара сложных глаз находится на просоме или голове, а фоторецепторы в других местах, главным образом вдоль хвоста. Через несколько недель после того, как яйца отложены, из них появляются личинки крабов. Маленькие мечехвосты напоминают взрослых, за исключением того, что их хвосты пропорционально меньше. Молодые и взрослые мечехвосты проводят большую часть своего времени на песчаном дне во время прилива или выше отметки отлива, они питаются различными беспозвоночными. Мечехвосты являются главным образом хищники, питаясь небольшими моллюсками, ракообразными и червями, однако они также едят других животных и даже водорослях. Поскольку у них нет мандибул или зубов, они растирают твердую пищу своими ногами и подают ее в рот. Чем же полезны мечехвосты? Мечехвосты являются важной частью экологии прибрежных сообществ. Их яйца являются главным источником пищи для мигрирующих на север куликов, в том числе исландских песочников, находящихся под угрозой исчезновения. Эти птицы эволюционировали, чтобы время их миграции совпадали с пиком нереста мечехвостов, особенно в области Делавер и Часапикского залива. Было обнаружено много видов рыб, а также птиц, питающихся яйцами мечехвостов во Флориде. Взрослые мечехвосты служат добычей для морских черепах и аллигаторов, флоридской лошадиной улитки и акул. Мечехвосты также чрезвычайно важны для биомедицинской промышленности, потому что у них уникальная голубая кровь содержит вещество под названием лизаат. Это соединение свертывается при небольшом наличии бактериальных токсинов и используется для проверки стерильности медицинского оборудования и практически всех инъекционных препаратов. Исследование сложных глаз мечехвостов привело к более глубокому пониманию человеческого зрения. Их кровеносная система полностью открыта, то есть их кровь в ней проходит через вены или капилляры, а циркулирует по всей полости их тела. У мечехвостов нет белых кровяных клеток для борьбы с инфекцией, вместо этого их кровь способна обнаруживать токсины и бактерии, а затем формировать надежную гелеобразную оболочку вокруг чего-то вредного. В то время как у большинства животных кровь красного цвета из-за наличия железа, кровь мечехвоста богата медью, что придает ей голубой цвет. К 1958 году ученые разработали способ использования его крови для подтверждения чистоты лекарств и оборудования. До этого инфекции, вызванные попытками оказания медицинской помощи, иногда были хуже, чем сама травма. Мечехвосты также используются в рыболовстве. Живых мечехвостов отлавливают для продажи в аквариумы, для проведения научно-исследовательских тестов или в качестве учебных образцов. Также во многих районах Атлантического побережья, мечехвосты используются в качестве приманки во время ловли американского угря и трубача. Опасны ли мечехвосты для человека? Если вы впервые увидите мечехвоста, вы подумаете, что он опасен? С его хвостом, похожим на копье, вы подумаете, что он будет использовать его в качестве оружия или что в нем может содержаться яд. На самом деле мечехвосты вообще не используют хвост как оружие и в нем нет яда. Хвост, который называется тельсон, используется только для того, чтобы помочь ему перемещаться и переворачиваться, если он перевернется. Имейте это в виду, но также не советуем вам случайно наступать на него босиком. Хвост довольно острый и мы уверены, из-за него вы получите довольно глубокую рану. У мечехвоста нет зубов или даже челюстей, поэтому он вообще не может укусить, так что нет шансов на то, что он укусит вас. Клещни на конце ног не очень сильны, они используются для доставки в рот мелких кусочков пищи. На самом деле у него нет ничего схожего с настоящим крабом, который может вас довольно сильно ущипнуть, если вы позволите. У него имеются колючки вдоль панцира, так что если вы захотите взять его в руки, будьте внимательны, когда берете его по бокам панциря. Никогда не берите его за хвост, вы так можете сделать ему больно. На этом все, подписывайтесь на канал и при желании оставляйте комментарии. Всем пока!